Волк и козлят Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес, есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, а ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в осыроземлю. Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес. А козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк послушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом. Вы, дедушки, вы, козлятушки, отопритесь, отваритесь, а ваша мать пришла, молока принесла, полной копытцы водицы. Козлятки ему отвечают. Слышим, слышим, да не матушкин, это голос. Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитывает. Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, а ваша мать пришла, молока принесла, бежит в молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сырую землю. Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала. Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитываю. Дверь не отворяйте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять шастик избушки, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, а ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в осыру землю. Козлят отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала, никто и не отвечает. Видит, дверь отворена, убежала в избушку, там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, так села она на лавку, начала горевать, и горько плакать. Ох вы, дедушки мои, козлятушки, на что отпирались, отворялись, злому волку доставались. Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе, что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел, полно горевать пойдем лучше в лес погуляем. Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку, давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму. Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и свалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлятки оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери. И стали жить-поживать по-прежнему. Спасибо. Продолжение следует...